Я обожаю этот рецепт, ведь он не сложный, идеально вкусный, а основа сочетается с абсолютно любыми ягодами или фруктами. В качестве эксперимента хочу предложить испечь пирог в мультиверке. Хочу представить вашему вниманию простой и аппетитный вариант, как приготовить цветоевский пирог в мультиверке. Сегодня он будет с грушами, сочетание коржа, начинки и нежной заливки. Это невероятно вкусно, к тому же, сам процесс совершенно не вызовет затруднений даже у новичков на кухне. Обязательно попробуйте повторить этот рецепт, вы и ваши близкие наверняка оцените. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Вот такой набор ингредиентов мы будем использовать. 2. Для приготовления теста соедините в глубокой мисочке просеянную с разрыхлителем муку, щепотку соли, сметану и растопленное сливочное масло. 3. Замесите однородное тесто, скатайте в шарик и оберните пленкой, уберите его в холодильник на часик. 4. Охлажденное тесто выложите в чашу мультиверки, застеленную пергаментом, формируя борта. 5. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Вымойте груши, удалите сердцевину и при желании кожуру, нарежьте тонкими ломтиками. 6. Выложите груши на тесто, можно добавить немного сока лимона сверху или щепотку корицы, например. 7. Для приготовления заливки необходимо взбить до однородности яйцо, сахар, муку, сметану. 8. Аккуратно вылейте заливку в пирог, установите программу выпечка на 80 минут. 9. Готовый пирог подержите в чаше минут 5-10 с открытой крышкой, после чего можно извлекать его и подавать к столу. При желании дополнительно можно присыпать его сахарной пудрой. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот из чего готовим блюдо. Груша, 3 штуки, яйцо 1 штука, сахар 70-100 грамм, сметана 1 стакан, 100 грамм тесто, мука 300 грамм, 2-3 ложки в заливку, сливочное масло 50 грамм, разрыхлитель 2 чайных ложки, соль 1 щепотка. Количество порций 6-8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачного дня!